Всем привет! Не думал, я не гадал, что так быстро появится возможность или желание снять ролик для канала YouTube, но пусть этот ролик будет не информативным, а ситуативным, однако причина очень веская. Сегодня произошло довольно важное событие в моей жизни. С каналом Железный Мир сегодня я ездил в национальное антидопинговое агентство. При содействии компании Victory Distribution я обязан их упомянуть, поскольку именно Victory Distribution оплатила допинг-пробу, а стоит она ни много ни мало 550 долларов. Вот смотрите, договор я заключал на проведение допинг-пробы. Смотрите, здесь такой важный пункт есть. Отправка указанной пробы в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством Далее ВАДА, лабораторию Института антидопинговых исследований и спортивной биохимии города Дрезден, ФРГ, Далее лаборатория. Как бы отмазочки не прокатят, вроде того, что Шреддер подкупил лабораторию в Дрездене. Ну, сами понимаете. Конечно, засирать можно все угодно писать, но вот, тем не менее, смиритесь, тролли. Будьте уверены, что Шреддер этот допинг-тест пройдет, потому что мне известно, что я потребляю, а что я не потребляю. Вот, смотрите, здесь моя подпись, здесь печать антидопингового агентства, заместитель директора. Ну, это договор. Вот непосредственно протокол допинг-контроля, это копии, то есть то, что отпечаталось под копирку. Клокотский Алексей, Беларусь, здесь мои паспортные данные, здесь номер допинг-пробы. Моча на метаболиты сдавал анализы. Значит, где-то в течение трех дней моя проба допинг доедет до Дрездена. Около 10 дней будут проходить, ну как-то, будет проходить анализ этой допинг-пробы, то есть будут все анализировать. Потом несколько дней будет ехать назад, и примерно к концу августа придет заключение из Дрездена в Минск, и мы с Железным миром съездим. И нам, как сказать, официальную бумагу не имеют права показать антидопинговое агентство, именно ту, которая придет из Дрездена. Они на основе этой бумаги письменное заключение покажут. Это одно дело. Второе дело, есть такая система, ресурс, что ли, в интернете, которая называется Адамс, и там ВАДА печатает информацию по поводу всех допинг-тестов, которые проходят у них люди, спортсмены. Так, правда, не каждый может зайти на Адамс и узнать информацию, допустим, Алексей Клокотский, какова проба, какой номер и какие результаты. Имеют доступ в Адамс только аккредитованные люди из национальных антидопинговых агентств. Ну, если очень быть заинтересованным и их попросить, обычно это делают представители каких-то команд национальных по видам спорта, им, естественно, предоставляют данную информацию. Ну вот, допинг-контроль форму я показал. Кстати, Луна, ты одобряешь факт того, что Шреддер прошел допинг-контроль и ждет теперь результатов? Луна, мяукни, если одобряешь. Ладно, кошка не совсем понимает, что такое допинг-контроль. Так что, еще раз напомню, Виктор и Дистрибьюшн все это оплатила. Все, спасибо им. Спасибо им за то, что Шреддер теперь имеет второй шанс после полиграфа заткнуть многих за пояс. И я скажу следующее. Придут результаты анализов, хитеры все, которые будут реветь про то, что все куплено и остальное, просто идут лесом. Пошли вы все нафиг. Всем остальным удачи мне не желайте, потому что мне нужна не удача, а просто дождаться результатов этих тестов. Спасибо, пока, натураха рулит!